Предположим, вы собрались построить дом. Начитались, наслушали всякого в интернете, затем пришли в строительную компанию с запросом. Хочу, мол, такой-то дом, из таких-то материалов, и чтобы фундамент обязательно был, ну, например, ленточный. Фатальная ошибка. В этом видео вы узнаете. Почему фундаменты не выбирают по совету знакомых или на основе информации из интернета? Какие 8 главных критериев существуют при выборе фундамента? И что случится, если не учесть хотя бы один из них? Ближе к концу видео я расскажу историю, произошедшую на одном из наших объектов, где бдительность строителей во время возведения фундамента предотвратила беду. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, возможно, это спасет ваш дом кучу денег и нервов. Я Александр Кацай, у меня высшее строительное образование, я состою в национальном реестре строителей и являюсь основателем строительной компании, которая осчастливила сотни людей. Поэтому я знаю, о чем говорю, погнали. Первое, что нужно учитывать при выборе фундамента, это время года. Допустим, вы захотели построить дом как можно скорее, да еще и с цокольным этажом, а на дворе зима. Вам придется соорудить офигенно большой тепляк и на протяжении всего времени, пока вы строите этот цокольный этаж, греть его дизельными пушками. Сначала греть песок во время утрамбовки, чтобы он не замерз, иначе он качественно не утрамбуется и во время оттепеля дом треснет. Далее греть бетон во время укладки, чтобы он тоже не замерз. И после укладки бетон тоже надо греть, 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 пока он не наберет минимально допустимую прочность, потому что при отрицательных температурах вода в составе бетона замерзнет, расширится и порвет связи в структуре бетона. Если вы посмотрите на график набора прочности бетона, то увидите, что при нулевой температуре этот процесс практически останавливается. Соответственно, бетон не сможет набрать прочность, необходимую для дальнейшего строительства. Альтернативой плитному фундаменту в такой ситуации может стать забивной свайно-ростроковый фундамент. Его использование при минусовых температурах намного более обоснованное. Вбить сваи можно и зимой, и частенько это бывает даже проще сделать, чем летом, потому что грунт подмерз, и технике намного проще подъехать к пятну застройки. Возможно, чтобы забить сваю сантиметров 20-30, грунта придется там раздолбить или прогреть, но дальше сваи забиваются, как обычно, никаких проблем. Да, когда вы будете заливать ростверк, его придется греть по тем же правилам, что и плиту, но для этого не нужно будет сооружать огромный тепляк. Достаточно будет греющего кабеля, объем бетона и площадь, через которую уходит тепло в ростверке, намного меньше, и, соответственно, затраты на этот проект намного меньше. К тому же, вам не придется греть объемную песчаную подушку, как в случае с плитой. В целом, при наличии желания и денег, время года не влияет на выбор фундамента, поэтому ставим его на последнюю строчку рейтинга, забейте. Следующий критерий, это тип постройки. Другими словами, какой дом вы собираетесь строить? Очевидно, что не нужно делать УШП под какую-нибудь вспомогательную постройку. Для хозблока, в котором у вас будет храниться садовый инвентарь или инструмент, достаточно блочного фундамента, а легкий каркасный домик для летнего отдыха будет прекрасно чувствовать себя на винтовых сваях. Если же вы собираетесь возводить супер-пупер дом на 500 квадратов с набороченной инженеркой, то винтовые сваи вам уже не подойдут. Это будет некомфортно, недолговечно, неликвидно. Для большого тяжелого дома вам понадобится нормальный фундамент. Он обеспечит достаточный уровень комфорта и безопасности. Резюмируем. Тип постройки, это важно. Вне зависимости от того, какой дом вам нужен, популярный на 150 квадратов или супер-пупер дом на 500 квадратов, приходите к нам, мы все запретируем и построим. Прямо сейчас переходите на наш сайт и получите расчет стоимости строительства. Далее, особенности местности. На участке могут присутствовать интересные элементы, камни, еще что-нибудь подобное, что можно интегрировать в архитектуру дома. Допустим, ваш участок располагается у соснового леса, а на самом участке стоит несколько красивых сосен. Прикольным решением будет интегрировать одну из сосен в дом, например, построить вокруг нее террасу. Но с таким решением вы можете столкнуться со следующей проблемой. Если вы строите дом на плитном фундаменте, то в процессе разработки котлована вам придется вырубить значительную часть корневой системы дерева. А я напомню, чем больше дерева, тем обширнее его корневая система. Так вот, вы вырубили большую часть корней дерева, заместили их песком, построили фундамент, но при этом безвозвратно ослабили корневую систему. И через какое-то время дерево либо начнет падать, либо погибнет. В таком случае целесообразно использовать свайный фундамент. Возможно, при его возведении вы точечно повредите корни в нескольких местах, но для дерева такие повреждения не критичны и в целом его корневая система не пострадает. То же касается всяких водоемчиков, ручейков, прудиков. Вы можете засыпать этот пруд или ручей, сделать дренаж, который, кстати, не факт, что поможет, а можете обыграть их в ландшафтном дизайне. Можно даже сделать так, чтобы дом частично нависал над этим водоемом. И снова вам на помощь придет свайный фундамент. Итого, особенности местности это важный критерий, но не критичный. Следующий критерий бюджет. По большому счету фундамент должен выбирать конструктор на пару с менеджером по продажам или сметчикам. Конструктор должен проанализировать результаты изысканий, параметры проекта и предложить один или несколько наиболее подходящих фундаментов. А менеджер, в свою очередь, должен посчитать, какой из них дешевле реализовать. Это наиболее рациональный подход к выбору фундамента. Самый нерациональный подход это когда приходит заказчик и говорит я хочу плиту. С чего вдруг плиту? Для чего тебе нужна плита? Может быть на твоем участке большой перепад высот или неподходящие грунты или ты дерево хочешь интегрировать в дом как в примере выше. Ну или заказчик хочет свайно-ростверковый фундамент. Но зачем? Грунты у тебя хорошие. Можно сделать плитный фундамент и сэкономить деньги и время. Другой пример. Если вы попытаетесь на 10-метровом торпяннике построить плитный фундамент, то вас ждут огромные потери. Либо придется делать частичную вытрафовку и полагаться на волю случая надеяться, что дом не просядет. Либо делать полную вытрафовку и засыпать это щебнем и песком то есть буквально закапывать чемоданы денег в землю. Так вот, оттолкнувшись от результатов изысканий выберите фундаменты которые адекватны для вашего проекта. А затем берите руки в калькулятор и считайте, что дешевле. Или обращайтесь к нам мы все посчитаем. И кстати, при расчете бюджета учитывайте, как расходы на фундаменты распределяются во времени. Например, по совокупным расходам утепленная шведская плита дешевле обычного плитного фундамента в котором стяжка делается отдельно но вам придется единовременно выложить всю сумму. Если на УШП денег нет то разумно сначала сделать плитный фундамент и больше денег вложить в стены, крышу а спустя время когда деньги появятся уже сделать стяжку. Бюджет это критично. Следующий критерий это доступность материалов в конкретной местности. Если ваш участок значительно удален от бетонного завода вам может быть невыгодно вести бетон заводского изготовления в больших объемах. Или миксеру далеко ехать бетон встанет и не успеет доехать до объекта. В таком случае рассмотрите другой вид фундамента например забивные сваи с ростерком из самоместного бетона. Да, самоместный бетон всегда хуже заводского но это лучше чем ничего. Нужно подстраиваться под обстоятельства. То же касается и стоимости материалов. Например, на севере Ленинградской области гранитный щебень хоть и не дешевый но все же относительно доступный материал. А на юге области щебень стоит просто каких-то конских денег он в два раза дороже чем на севере. Невольно задумываешься а стоит ли вписываться в строительство к примеру плитного фундамента или может быть выбрать что-то более рациональное. Доступность материалов это тоже критично. Еще один критерий который почти никогда не учитывают при выборе фундамента это архитектура. Причем архитектура вся в совокупности. Если вы строите дом на склоне у вас сам собой возникает цокольный этаж вы не можете использовать стандартные решения. А плитный фундамент не подойдет для высоко посаженного дома. Для домов с супер-мега консолями другие ограничения. А большой перепад высот на участке проще отыграть с помощью ленточного фундамента либо с помощью свайно-ростверковой. Архитектура это критичный критерий. YouTube в скором времени могут заблокировать и чтобы не потеряться подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем вы найдете и мое личное мнение на острые темы и строительство и неформальное общение со мной и другими членами сообщества среди которых есть в том числе и наши клиенты. Я сейчас затронул вопрос с перепадом высот и этим подвел нас к следующему пункту рейтинга к геодезии. Люди кстати часто путают геодезию с геологией. Геодезия это про расположение участка и его высотные отметки. А геология о ней поговорим позже. Так вот возвращаясь к геодезии чтобы правильно подобрать фундамент вам нужно выяснить какой перепад высот в пятне застройки и как высоко вы хотите поднять ваш дом. Осложнит ли перепад высот строительство в целом и повлияет ли в будущем на вашу жизнь в доме или вы совсем не против например подпорных стенок. Поэтому обязательно нужно делать геодезию и согласовывать вертикальную планировку при разработке проекта и выборе фундамента. Геодезия это еще один критерий из разряда критичных. А прежде чем я назову следующие и наверное самые важные критерии при выборе фундамента не забудьте подписаться на канал и влепить лайк с комментом. Тогда мне будет еще приятнее делать такие полезные видео. Итак следующие критерии это результаты геологии. Нельзя прийти к строителям и просто сказать что вот у меня сосед копал колодец и видел там такой-то грунт. потому что во-первых большинство людей не смогут отличить глину от суглинка песок от суписи а во-вторых геология соседнего участка может в корне отличаться от геологии вашего. У нас был случай когда заказчик решил сдвинуть дом буквально на несколько метров а геологическая обстановка изменилась настолько что плитный фундамент пришлось заменить на свайно-ростверковый. Мы заказчикам обязательно говорим о необходимости проведения геологических изысканий. В нашем договоре прописано что без геологии нет гарантии. Отталкиваясь от результатов геологии и собранных от дома нагрузок наш конструктор выносит вердикт какой фундамент или фундаменты подходят для данного проекта. А дальше мы считаем экономику и делаем финальный выбор. Геология имеет определяющее значение поэтому летит в топ рейтинга. Но к большому сожалению даже сделанная геология не гарантирует что у вас не будет проблем с грунтами. В этом году на одном нашем объекте мы сделали геологию и получили приемлемые для плитного фундамента результаты. Разработали котлован и вроде тоже все нормально. Начали отсыпать песок и параллельно копать траншею под водоснабжение в пятне застройки. И буквально сразу под траншеей на метр ниже уровня котлована мы наткнулись на торф. Мы тут же остановили работы убрали песок и стали копать глубже чтобы понять где торф и сколько его. В итоге весь торф пришлось вытаскивать и замещать щебнем и песком. Да это дополнительные сотни тысяч рублей но понести эти затраты все равно лучше чем получить аварийный дом и неспокойный сон. Так что геология это не панацея. Очень важно чтобы на площадке были адекватные строители которые понимают как действовать в тех или иных ситуациях.